Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Яндекса в связи с тем, что Яндекс не исполнил требования антимонополки. Если кто не в курсе, то еще в феврале ФАС обязала Яндекс прекратить манипуляции в поисковой выдаче. Об этом мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Ну и что же там такого-не такого делал Яндекс? Наверное, несложно догадаться. Яндекс это по сути крупнейший поисковик. Крупнейший поисковик, который может настраивать поисковую выдачу по своему усмотрению. Так вот, он, видимо, этим и пользовался. Ну, по крайней мере, по обвинениям антимонополки. ФАС утверждают, что Яндекс понижает конкурирующие компании в поисковой выдаче с помощью колдунщиков. Колдунщик это новый для меня термин, но, как оказалось, тут ничего сложного нет. Колдунщик это такой элемент поисковой выдачи, который появляется на самом верху и который, по идее, должен прямо отвечать на поставленный вопрос, а уже после него, после колдунщика идет поисковая выдача. Ну, то есть, вы, наверное, видели, вбиваешь, например, курс доллара и он тебе выдает прям сразу ответ. То есть, ни на какой сайт переходить не надо, прям сразу пишет вверху. Вот, это оно и есть. Только вот, по мнению антимонопольной службы, Яндекс в это место всегда вставлял свои сервисы. То есть, вы вводите какой-то вопрос, а ответ вам выдает Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа, Яндекс.Маркет, Кинопоиск. В общем, в основном сервисы Яндекса. Так вот, то, что по обвинениям федеральной антимонопольной службы Яндекс предоставлял преимущество именно своим сервисам, является нарушением антимонопольного законодательства. Ну и, собственно, в феврале от антимонополки к Яндексу было выдвинуто несколько требований. Ну, первое, как вы понимаете, это прекратить Яндексу продвигать и пихать везде свои сервисы на первые места. Тут, может быть, и не было ничего сложного, но вот следующее требование Яндексу не очень понравилось. Там говорилось вот о чем. Яндекс должен раскрыть для всех компаний механизм продвижения ссылок, привлечения внимания пользователей, в том числе и с помощью колдунщиков. Ну и всем этим компаниям-конкурентам должна быть предоставлена возможность пользоваться вот этими вот всеми механизмами. Ну и, собственно, сама поисковая выдача не должна предоставлять преимущество Яндексу и должна формироваться на единых условиях. Вот, в принципе, и все. На исполнение всех этих требований фаза сдала Яндексу целый месяц. За месяц как бы можно было все исправить, но в Яндексе сказали, что, по сути, у них все на равных условиях. Поисковые выдачи. Ну а некоторые пункты требований они исполнить не могут, потому что это ухудшит качество поиска для пользователей, а, собственно, ухудшит положение Яндекса на рынке поисковиков. Ну, собственно, как вы понимаете, Яндекс требования не исполнил, ну и теперь федеральная антимонопольная служба возбудила на него дело. Чем это может грозить Яндексу? Грозить это может штрафом. Штрафом, ну, как бы большим-небольшим. Там упоминаются цифры от 0,01% до 0,15% выручки. Ну и, собственно, после этой новости акции Яндекса ускорили падение до 7,1%. Ну а поводом для открытия дела послужила жалоба других компаний-конкурентов, которые были недовольны как раз вот этой вот поисковой выдачи, что Яндекс продвигает только свои сервисы среди этих компаний. Такие известные, как Авито, Tutu.ru, Cyan, Ivi и 2GIS. Жалобу они написали еще летом, до них жаловался кассир.ру на Яндекс. И, по сути, может быть, и можно было разрешить конфликт какими-то такими переговорами, там, как-то договориться на взаимовыгодных условиях, но говорят, что Яндекс не согласился на переговоры. В самом же Яндексе продолжают говорить, что частично требования они уже выполнили, а некоторые требования выполнять они не хотят, потому что это ухудшит сам поисковик, ну, то есть качество выдачи, и будет не очень приятно для пользователей. Тут вот такой вот момент. Видимо, сам Яндекс считает, что ответы его сервисов самые правильные, самые верные, ну, как бы оно и понятно. Сам создавал, значит, самое лучшее. Но, наверное, так ли это на самом деле должен все-таки решать пользователь и посетитель сайтов. То есть, если поведенческие факторы на сайте положительные, пользователи сидят там долго, делятся ссылками на эти сайты, то, вероятно, как раз их первыми должны выдавать в поисковой выдаче. Но как это происходит на самом деле никто не знает, потому что механизмами работы своих поисковиков Яндекс, естественно, не делится. И, скорее всего, делиться не будет, потому что он уже заявил, что как бы не согласен с решением и будет отстаивать свою позицию. Как бы в дальнейшей проверке антимонополки покажет, так ли это на самом деле, хотя как они проверять будут, я тоже не в курсе. Но я все же сошлюсь на некоторый субъективный опыт. У меня есть знакомые, которые занимаются Яндекс.Директом, то есть настраивают таргетированную рекламу, и они говорят, что Яндекс везде пропихивает свои сервисы. Как бы о чем и говорит антимонополка. Это, конечно, субъективный такой опыт, чтобы это все объективно оценить, а не с позиции одного человека конкретного или нескольких даже человек. Надо знать механизмы, надо знать статистику, надо понимать, как это все работает и смотреть уже конкретно. Ну а те, кто работают на Яндексе, вернее, вместе с Яндексом, я имею в виду авторов Яндекс.Дзен, какие-то люди с Толоки, может быть, они прекрасно понимают, что как работают алгоритмы, никто не знает. Не знают, похоже, даже те, кто эти алгоритмы создавал, потому что на все вопросы в техподдержку они отвечают, так решил алгоритм, мы ничего не можем сделать. У нас там искусственный интеллект, который все понимает, нет там никакого искусственного интеллекта, вернее, он есть, но какой-то вот такой сомнительный. Я больше чем уверен, что все, что им нужно, настраивается как бы ручками менеджеров. И не всегда это справедливая такая вот оценка качества контента. Но опять же, я сужу по Яндекс.Дзену, потому что статьи не очень качественные, могут набирать большое количество дочиток, статьи прям отличные, набирают, да вообще ничего не набирают. А на все жалобы вам отвечают, пишите больше, пишите лучше. А будто я сам не знал. Так что на данный момент не совсем понятно, то ли радоваться, то ли переживать. То есть, с одной стороны, Яндекс это же площадка, которая позволяет зарабатывать деньги авторам, которые платит авторам, пусть не всегда справедливая, пусть иногда она делает какие-то абсурдные вещи, но тем не менее, площадка для заработка. Другой момент, что если Яндекс на самом деле занимается не совсем честной конкуренцией, то если проверка это покажет и подтвердит, то совершенно справедливо будет эти не совсем честные действия как-то пресечь, возможно даже оштрафовать. Ну штраф меня как бы не особо интересует, потому что, ну что такое 0,01%? Да даже 0,15% вообще ничего. А вот если Яндекс принудят к честной конкуренции, но опять же с условием, что была нечестная конкуренция, тогда нормально, тогда все справедливо. Меня, конечно, поисковая выдача не совсем заботит, гораздо интереснее мне сервис Яндекс.Зен, чтобы там все было честно. Там немножко другая проблема. Но опять же, многие авторы обвиняют Яндекс в том, что там есть добросовестные, честные, обычные авторы, а есть, скажем так, блатные, которые пишут всякую чепуху, но тем не менее Яндекс их продвигает, ставит на первые места, им позволено писать кликбейтные заголовки, им позволено как бы делать вот такие вот вещи, нарушающие правила, а другим нет. Собственно, после того, как я начал критиковать Яндекс, у меня несколько статей сразу почему-то проверили и забанили за кликбейт. Может быть, это было просто совпадением, но тем не менее, первая забаненная статья называлась так, почему нельзя занимать место в кафе до тех пор, пока не купил еду. Кликбейт это не кликбейт, ну как бы спорный вопрос. В самой статье говорилось о правилах этикета, что правильно сперва взять еду, а потом уже занять место. Потому что если ты сперва займешь место, а там кто-то уже стоит в очереди, то если места уже не будет, человеку придется либо стоять, либо как бы ждать, что кто-то уйдет и освободит это место, а ты, по сути, еще даже ничего не купил. Ну, как бы не совсем правильно. Ну, вероятно, им не понравился термин «нельзя». Но это немножко подбешивает, что какие-то термины нельзя использовать, нельзя использовать термин «нельзя». Очень странно. Но тем не менее, когда ты пишешь на Яндекс.Дзен, тебе постоянно приходится подбирать какие-то слова, убирать какие-то другие слова, получаются какие-то не очень красивые предложения, получается какая-то абсурдная чепуха, и то есть какие-то события исторические, допустим, ты не можешь в подробностях описывать, если там что-то такое страшное произошло. В результате получается очень такой скудный, неинтересный текст. В конечном итоге на первое место выходят статьи, формата сжал консервную банку, показывая, что получилось. И в результате, кому бы я не говорил, что я пишу статьи на Яндекс.Дзен, люди обычно реагируют, а, это вы там всякую чепуху пишете, а, там же статьи такие, интересный заголовок, переходишь, а внутри пустышка. Понятно все с тобой. В общем, мнение у людей о сервисе Яндекс.Дзен довольно невысокое. Оно ассоциируется даже уже не с какой-то желтухой, а просто с какими-то пустышками, с чепухой какой-то, и с текстами невысокого качества. А все даже не потому, что спрос рождает предложение, а все потому, что правило так устроено, что если ты пишешь длинные интересные тексты, то в конечном итоге твои-то руды уйдут впустую, а если ты какие-то короткие глупые статейки пишешь, то, пожалуйста, молодым у нас везде дорога. То есть все эти правила, все эти ограничения, вся эта экосистема стимулирует рост вот таких вот недоавторов. Так что Яндекс, давайте, делайте уже честную конкуренцию на всех своих сервисах. Не только в поисковой выдаче, но и на Яндекс.Дзен, и вообще везде. Вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на мой канал.